Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все предварительные прошли успешно Так что можете докладывать Об успешном выполнении задания Хоть прямо сейчас Нет уж, давайте-ка лучше после испытаний Новая техника, дело тонкое Можем сглазить Ту-ту-ту Согласен, но сами испытания Это же так Рабочие моменты только Мы в графике Международной выставке Успеваем спокойно Чё хмурый такой, а? Ну вот что не нравится генеральному конструктору, а? Я недоволен тем Что если у нас, не дай бог, накладка какая Американцы смогут запустить свой аналог Спидхоук в серию И показать на выставке раньше, чем мы А больше всего я недоволен тем Что Спидхоук полная копия нашего тюльпана Видимо, все конструкторы думают одинаково Как говорится, все колеса круглые Станислав Геннадьевич Ну так может думать только человек Абсолютно незнакомый с предметом Вам, как коммерческому директору Это непростительно В основе тюльпана заложены сотни уникальных разработок Вы можете допустить В каждом случае Простое совпадение Вы что, предполагаете Утечку секретной информации С нашего завода? Да, именно это я и предполагаю Станислав Геннадьевич Мы здесь как-нибудь сами разберемся А вы идите, готовьте материалы по тюльпану К выставке Ну там буклеты посимпатичнее Цвета поярче Не волнуйтесь, у нас почти все готово Пригласите ко мне подполковника Дремова 12, 14 даже уже, 13 Воу, 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 воу Привет Ага А что, нет никого? Ну, я здесь Ты пришел Может еще кто подтянется А командир где? О, не знаю Я сам еле встал Да, я тоже сегодня Ником ильфо Что? Что ты сказал? Ником ильфо Ну, это значит Не так, как хотелось бы А, это где ж ты таких слов нахватался? Наташка научила О, облагораживающее влияние любви Побузкаемся? Давай Иди переодевайся Сейчас Стой, 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 стой Слушай, давно у тебя спросить хотел Ну давай А ты татарин? А ты что-то против татар имеешь? Ну я так, что понимаю, как отвечать Да нет, нет, я ничего против татар не имею Татары, те же русские Мне вообще, в принципе, все равно Но ты же не похож на татарина А имя у тебя татарская, Ренаду Почему? Как раз таки все считают, что похож Да не татарин я И не Ренад Я Ренад Ренад Папка с мамкой В честь деда назвали А дед Это имя себе сам придумал И знаешь, что означает? Революция На УКТ Труд И вот с этим именем Теперь я живу Понятно? Прикольно Ага С этим родительским приколом Меня всю жизнь теперь за татарина считают Ну ты точно не татарин? Слушай Еще раз просишь? Убью А это мы еще посмотрим Давай быстро, жду Жди, жди, давай Пять минут Ага И к тому же у нас на носу госиспытание А в условиях полигона Новая установка Особенно уязвима Ну, контрразведка, что скажешь? Американцы отстают от нас примерно на месяц Если с нашим образцом на полигоне Случится какая-нибудь неприятность Ну, назовем это так То ждать нас до водка тюльпана никто не будет Верно? Конечно Они покажут свой спид-хоук В августе, в Лондоне И полностью захватят рынок Мы же лишаемся государственного заказа И завод можно закрывать Примерные сроки госиспытания определены А вот полигон для испытаний Нет? Верно? Ты к чему клонишь, а? Где министерство решит Там испытания и проведем Ну вы же приказ о месте госиспытания Не на доске объявлений вывешиваете? Нет Я с ним знакомлю каждого сотрудника отдельно И под роспись Вот Тогда завтра Вам нужно под расписку о строгой секретности Довести до сотрудников из этого списка Только ту информацию Которая указана напротив каждой фамилии Не понял Никого исключать нельзя Даже вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опа Это что, типа общий привет? Доброе утро Да если честно говоря, как-то не очень А нечего столько водки жрать Ну что за манеры? Как только что-то не так, хопс такая Ну не наезжай ты с утра, а? И вообще Ты здесь кто у меня? Боевая подруга? Или как? Что ты разворчалась тут с утра пораньше? Фу, что мужику уже и выпить нельзя. Ты вообще помалкивай. Кулацкий подпевала. Чем она тебя купила? Сахарной косточкой? Предатель. И ничем я его не купила. Он просто стал в людях разбираться. Потому что умный. В отличие от некоторых. Так, давай, 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 не стесняйся. Имена назови, фамилии некоторых, у кого ума нет. Я, может, от того и напился, что ума не хватило задания выполнить. Сговорились, черти. О, а молодежь уже здесь. Привет. Привет. И еще и раньше нас. Че дома не сидится-то? Привет. Привет. Да чего? Здорово. Скучно, тоска. Мысли всякие лезут. А ты гони их. Мысли всякие не нужны. Все будет нормально. Думаешь, это первый раз? А что, уже такое было? Ну, мы же не боги. Обхитрячивают нас иногда злодеи. Не часто, слава богу. Но все-таки обидно, когда люди погибли, а ты их спасти не смог. А? Ну, мы же вчера всю эту ситуацию поминутно разобрали. Ну, нет там нашей вины. Чего Николаевич-то психует? Да он не за себя конкретно переживает. И не за нас. Ему за все наши внутренние органы стыдно. Потому что совесть у шефа не такая, как у нас, а командирская. Понял? Ну, как-то так. Вот что меня радует, товарищи офицеры, так это то, с каким энтузиазмом некоторые наши сотрудники пытаются найти виноватых. А нас, между прочим, в этот город назначили ситуацию исправлять, а не крайних искать. Конечно, нам проще всего сказать, что мы, мол, люди новые, не местные. Но два дела о покушении на убийство и об убийстве Ачегирова расследовать нам. Да и три трупа в реанимации тоже на нас висят. А ФСБ не хочет к себе взять дело об убитых своих офицерах? Алексей Алексеевич, а что их офицеров? Убивал кто-то другой? Я вас правильно понял? Значит, некто сначала убивает Ачегирова, затем выходит в коридор, где его дожидается второй некто и говорит, «Все, брат, теперь твоя очередь». Я сказал что-то смешное, Юрий Сергеевич. Конечно, жалко, ребят. Но ведь не ты операцией руководил, а сечиной смахнула. Ты ведь их распоряжение выполнял. Но вот что-то я только их не видела вчера, чтобы они с тобой здесь водку пили. Может, объяснишь, почему ты убиваешься, а они нет? Могу. Но не сейчас. Болею я. Болеет он. Это мне на тебя смотреть больно. А ты зажмурься и не смотри. Тебе здесь еще кино. Ну, спорить не стану. Пришла, накормила, пивка на утро припасла. Благодарен. Ну, и что тебе еще от меня нужно? Чтобы я другим стал? Нет, не получится. Я такой, какой я есть, и другим я уже никогда не буду. Выпил. Так я завтра проторезвею. Ну, вот, Ленка Николаева. Хороший ты человек. И товарищ замечательный. Но я же понимаю, о чем ты думаешь. Ну, прости, но не вижу я для нас с тобой общей судьбы. Ну. Или я дурак. Как считаешь, скажи? Ты все правильно понимаешь. Угу. Это я просто дура. Ладно, я пойду. Лен. Лен. Лен, ну ты что, обиделась, что ли, а? Ну, ладно тебе. Ну, что здесь, понимаешь, такого-то, а? Да пошел ты. О, а это кто? Ваш с Наташкой, что ли? Ну, в какой-то мере. Наташкин брат. Ага. Григорий. Григорий. Ренат. Просто Ренат. А где Наташка-то? У них мама приболела, Наташка врача ждет. А этого вот в аптеку послали. Список с собой? Да взял я, взял список. Чтобы на обратном пути никаких футболов и приятелей, понял? Да понял я, понял. Все, давай, время пошло. Господи. Ну, а командир-то приедет? Ленка сказал, он не в духе. Да и в кое-то веке два дня выходных. Пусть это спится. Ну, ладно. А Паша? А Паша к Юрику подъедет в кафе. Мотив. Нам нужно найти мотив. Такую дорогостоящую операцию не затевает, чтобы просто бизнес отнять. Кстати, чем он занимался, этот... Ачагиров. Ачагиров. Сеть магазинов все для ремонта. Вот. Я думаю, что весь его бизнес стоил столько, сколько все это шоу в больнице. Оболтаю, что ему могли мстить люди Ли. Да, я тоже слышал. Это вполне логично. Ачагиров по оперативной информации хотел переметнуться и... Кому? Вот кому он хотел переметнуться? М? И кто занял место гражданина Хигая в этом городе? Болтают разные. Да мне не нужна болтовня. Мне нужны факты. На углу стахановцев и красных партизан за 200, ладно? Сколько не жалко. Я же не настоящий таксист. Мы с женой на пенсии. Так я иногда халтурю по вечерам. А, Юрик говорил, ему раков каких-то. Исключительных подогнали. Да, Юрику всегда у нас все исключительное подгоняют. То у него вобл размером с акум, то у него пиво по спецрецепту из Кремля. Это точно. Ну? Это что было? Не знаю. Сейчас посмотрим. Я сейчас. Может, выйдем, а? Сами разберусь. Слышь, дед, ты что, совсем ездить разучился? Посмотри, он какую вмятину оставил. А? Да что вы ерунду говорите? Как я мог такую вмятину сделать? Чем? Да задним бампером. Он только что на повороте. Ты что? Тут ремонт на тысяч двадцать. Главное, поехал себе, как будто ни в чем не бывало. Тогда вызываем ГАИ. Все. Да ты что, не понял? Какие ГАИшники? Гони бабки, езжай. А откуда у меня такие деньги? Вы что? А ты что за хрен скажи? Тем более я тебя не царапал. Вы что? А ты кто будешь? Мужчина, я, конечно, дико извиняюсь. Что за проблемы? Мы просто торопимся. Вы бы как бы побеседовали между собой втроем, а мы с отцом поедем себе, да? Он что, твой отец? А что, не похож? Ну, значит, ты за него рассчитаешься. Ты же мужик денежный. Не говори. А тебе как, мелочи или крупные? Все, на ракции. Балец, я гад! Мужики, мужики, вы чего? Мужики, на шуме, здоровишки в баньку. Спасибо. Садись, а то и так уже. А багажник что, не работает? Нет, работает. Ладно. Не понял. Угу. Вот так. Станислав Геннадьевич, можно с вами поговорить? Можно, почему нет? Очевидно, что в нашем КБ работает крот. То, что американский спидхоук фермы Холкетт, как две капли воды, похож на тюльпан, это не случайное совпадение. Павел Витальевич, вам, конечно, виднее, но если не совпадение, тогда что? Ну, обычный промышленный шпионаж. Одна фирма ворует секреты, другой. Но в нашем случае речь идет о государственной измене. Ведь мы выполняем заказ Министерства обороны, а он напрямую касается обороноспособности страны. А зачем вы мне это говорите? Именно потому, что вы вне подозрений. А вот что касается вашего заместителя, товарища Егорова, что вы можете сказать? Егоров? Хороший профессионал, ответственный работник, отличный семьянин. Что вас еще интересует? Как часто он бывает на международных выставках? Он знаком с сотрудниками фермы Холкет? Ну, если на то пошло, я тоже часто бываю на выставках. И у меня есть знакомые на Холкете. Да нет, я. Я просто интересуюсь. Всего доброго, Павел Витальевич. Меня ждет генеральный. А Егоров по первому образованию физик? А я по первому образованию филолог. И что с того? Вот именно поэтому вы вне подозрений. Всего доброго, Станислав Геннадьевич. Что за место, Стив? Вы выяснили? Да, военный полигон «Красная речка». В 40 километрах от товарной станции Лебяжья. Дорога к полигону проходит через лес. Примерно 2 километра по лесу. Я вижу, вы уже прикидываете варианты. А если это подстава и их контрразведки? Не думаю. Этот человек работает с нашей компанией уже 5 лет. И, кстати, это его материалы помогли нам ускорить дело по Спид Хоук. И никаких неожиданностей не было, верно? Нет, материалы первоклассные. А вот если он нам поможет еще сорвать их испытания тюльпана, тогда компания Холкетт должна будет выбить его имя золотом на мраморе в Нью-Йоркском офисе. Только он предпочитает доллары, сэр. Я тоже предпочитаю доллары. Но для того, чтобы их получить, нужно быть первыми. А русские, к сожалению, нас опережают. У аппарата. А, а, это ты? Ну и правильно, что ты меня в кабинете не застала. Потому что у мэра я был, вот и не застала. Да. Та. Та. Та, ма, отставить орать, слушать меня. Ну забыл я про ее день рождения, ну забыл. Ну черт с ним, ты же знаешь, нет у меня времени по ресторанам шляться. Что? Да прекрати ты орать. Значит так, все. Иди одна, да. У меня служба. Опять начинается, как в Брянске. Уже подругами обросла. Уже светская жизнь. Так что мне с вами, товарищ генерал? С вами? Да. Давай, Леша, поехали. Что вы предлагаете? Значит, на предприятии установка недоступна. И на полигоне ее будут охранять армейские подразделения. Но в момент транспортировки от товарной станции к полигону только конвой. Вот это самое слабое место во всей цепочке. Сюда и можно нанести удар. Но это под силу только государственным спецслужбам. У нашей компании нет таких суперагентов типа 007. Вот ведь бабы, а? Да. Сколько лет знаком с вашей женой, абсолютно не меняется. Угу. Она и тут всех в шеренгу строит. Не то слово. Я тут наблюдал, как она с местным прокурором общалась. Вам ее с собой нужно брать на совещание к губернатору. Нелегко вам, наверное, с ней, а? Василий Петрович. Да с ней нормально. Без нее хреново. Вот тут недавно заболел. Ну, больница, то, сё. Я вдруг буквально секунду себе представил, что она, ну, сам знаешь, всякие глупые мысли в голову лезут. Куда от них? И просто... Вот веришь, Лёш. Чуть не заплакал. А ты говоришь, бабы. Так это ж вы сами. Что? Ладно. Сейчас приедем, берись еще новые ко мне в кабинет. Я могу сам организовать точечную силовую акцию, сэр. Стив, да вы с ума сошли. Это же не Ирак, это Россия. Какие силовые акции? О чем вы говорите? Именно потому, что это Россия, за деньги здесь можно все. А в регионе испытаний Тюльпана у меня обосновался старинный московский приятель. И я думаю, что за соответствующую сумму он поможет нам решить все вопросы. Но вам виднее, Стив, это же ваша мать русская. Да, да, да. Здесь всегда вопрос только в сумме, сэр. Вот ее я и хотел с вами обсудить. Юрий Сергеевич, насколько я помню, вы у нас с Боровым в прошлом военные. Да, товарищ генерал, служили вместе. А вот это хорошо. Вот это вот сегодня очень даже как хорошо. Свяжитесь с полковником Щербаковым. Да, я уже практически пьезаю в ваш город. Я не знаю, куда дальше. Да. А где? Хорошо, хорошо, понял. Понял, хорошо. Это типа, это ты что ли? Ну да, типа я. А ты кто? Не, ну я не понял, мы что тут стебаться сейчас будем или как? Я кого тут встречаю, тебя или папу римского? Слушай, я тебя в лицо не знаю, правильно? Поэтому и спрашиваю, спокойно и культурно, так? Да ты подтверди, что это ты и поехали. Чего сопли жевать? Один момент, please. Алло. Да. Андрей Степанович, тут какой-то странный тип ко мне подошел. Идиот. Я прошу прощения, ему были даны номера вашей машины, нужно было только встретить и молча сопроводить вас до моего дома. Ему сейчас перезвонят. Еще раз простите. Николай, ты что, самого тупого быка послал на встречу с человеком? Что значит других в этом городе нет? Ну так ищи или сам все делай. Идиот. Ну. Не, не, а что сразу дебил? Ну, обидно же. Ну, да, ну тупанул походу, ну так бывает, ну. Да потому что жара, ну. Сейчас все сделаю. Сейчас. Все, ты, это ты, поехали. Товарищ генерал, пришел полковник Щербаков. Разрешите войти? Хорошо, пусть войдет. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравия желаю. Знакомьтесь, полковник Щербаков обратился к нам за помощью. Мои заместители, полковник Махнов, полковник Сечной. Присаживайтесь. Значит, тут такое дело. Со дня на день на станцию прибывает очень ценный и очень секретный груз, который мы должны сопроводить на полигон. Юрий Сергеевич, как думаешь, поможем обеспечить обороноспособность нашей страны? Да, конечно, поможем. А армиицы что, не в состоянии обеспечить эту самую обороноспособность? У вас что, автоматов нет? Есть. Полно. Могу и пулеметы им дать. Но это ж пацаны желторотые. И не дай бог, коснись чего, их как курят перебьют. Их самих-то еще охранять надо. Ну, ну че, ну, приехали мы типа, вот. Значит так, Юрий Сергеевич, раз вы у нас из военных, руководство операций с нашей страны, я поручаю вам. И белых волков на это время перепоручаю вам. Здравствуйте, Андрей Степанович. Рад вас видеть, Стив. Саимно. Здравствуйте. Простите, что... Что вы, что вы, я все понимаю. Где мы можем поговорить? Пойдемте за столик. Погода хорошая. Что в доме сидеть? У меня к вам разговор сугубо конфиденциальный, чтобы враги не услышали. Здесь нас никто не услышит. Это мои друзья всех прослушивают. Уров, здравия желаю. Ну, как ты там, в форме? Нет, батя, не в форме. В трениках. А что? А то, служить готов? А, типа, в этом смысле? Ну да, есть чуть-чуть. В основном, остаточные явления. Ты кончай шутить, приводи себя в порядок и срочно ко мне в кабинет. Есть. Через полчаса буду. Паша, общий сбор на базе. Что значит когда? Что значит когда? Немедленно, рывком. Я сейчас в глав к бате. Потом еще сбор, инструктаж. Давай. Признаться, Стив, я удивлен вашему звонку. Когда уезжаешь из Москвы в провинцию, тогда тебя сразу забывают. И вдруг вы звоните. Чем я могу быть вам здесь полезен? Вы, уважаемый Андрей Степанович, обладаете редким даром. Быть в нужное время в нужном месте. В нужном для вас, я так понимаю. В чем ваша проблема? Да не то, чтобы проблема. Просто одна фирма, производящая некоторое оборудование... Лен, подожди. Лен! Лена, подожди. Товарищ майор, во время нахождения на службе, обращайтесь, пожалуйста, ко мне по форме. Вот так вот, да? Но в таком случае, товарищ лейтенант, приказываю вам принять мои извинения. Признаю, что утром был неправ по причине отравления мозга продуктами распада алкоголя. Поэтому вел себя, как последний. Короче, приказ понятен? Так точно, товарищ майор. Ну, не извольте исполнять. Есть. И что будут везти в этом грузовичке? Да я и сам не знаю. Ерунду какую-то. Просто главное, чтобы над станцией до полигона не доехала. Ну вот просто именно в этот раз. Они потом привезут такую же, в смысле подобную, испытают, и все будет нормально. Только потом. И вот именно это важно. Вот и все. Вот и все. Если вы хотите, чтобы я вам помог, не крутите. Те, к кому я обращусь, зададут мне ровно те же вопросы. И если я им отвечу, да так, ерунду какую-то, боюсь, что меня не поймут. На кого работаете? На Холкит. Вы их знаете. Строительное оборудование. Бульдозеры. Но это здесь. А там это ракеты Земля-воздух, зенитные комплексы, система раннего обнаружения. Не надо меня обманывать, Стив. Не надо. Это ведь не безобидная шалость. Поэтому мы платим очень хорошие деньги. Андрей Сергеевич, поверьте, это чистая рыночная конкуренция. И никакого ущерба для обороноспособности вашей страны, если вас это, конечно, интересует. Конечно, интересует. У меня же вашего гражданства пока нет. Я вас оставлю ненадолго. Мне надо позвонить. Потом мы вернемся к нашему разговору. Значит так, вот смотрите. Вот эта станция, вот этот вот полигон, соответственно, вот эта вот дорога. От Седовой до Седовой. Расстояние ерунда, 15 верст. Но вот здесь вот два с половиной километра через лес. И если нас что-то ждет, то именно здесь. А что нас там может ожидать? Ген. Ну ладно, спросил и спросил. Ну и вот. От армейского конвоя я отказался. А чутак? Поясняю, для чутаков. Если все будет нормально, то брать их смысла нет. А если, ну не дай бог, конечно, заваруха какая, то эти желторотые воины и нас с вами, и друг друга с перепугой и тактического недоразумения перебьют. Логично? Вполне. Алло. Да, это срочно. Дело в том, что ко мне обратились мои старые американские партнеры и предлагают весьма выгодное дело, но есть некоторые тонкости. Теперь значится так. Я, Игорь, Николаева, Паша, едем в армейском УАЗе. Впереди. Гена, Ренат, в Урале с изделием за нами. Я веду. Вот здесь вот останавливаемся, вылезаем дальше, через лес. Игорь, Николаева с правой стороны от дороги, Ренат, Гена с левой. Ага. Я сажусь за руль УАЗа. Урал за нами. Ну, а я? Давай думать. Ну, давай. Только что тут думать-то? Паш, если б ты злодеем был, что б ты на дороге устроил? А что, злодеи точно будут? Паша, не зли меня. Если не будут, хорошо, а если будут, ну? Ну что, я бы заложил фугас. Вот здесь и для верности еще вот с этой стороны дороги. Они время выезда нашего знают? Нет, я сам еще ни черта не знаю. Тогда посадил бы человек с кнопкой. Увидел, нажал. Еще до кучи дал бы ему какую-нибудь байду типа гранатомета, чтобы добить прямо в борт. Ну, пару человек огневого прикрытия. Ну, это уже так, для отхода. Согласен. Значит, на предмет фугаса у нас ребята чешут вдоль дороги. А ты со своим ружьем на тему стрелка. И ты, Паша, должен его увидеть раньше, чем он успеет выстрелить. Да это понятно. Вот. Значит, теперь давай думать, с какой стороны ты идешь. Ну, по логике вещей он в левый борт стрелять будет. Там и водитель сидит, там и главный бензобак у УАЗа. С левой? Правильно. И он решит, что мы именно так и подумаем. Поэтому пойдешь с правой. Там он должен сидеть, если не дурак, конечно. Все. Вопросы есть? Есть. А почему нельзя эту балалайку вертолетом доставить до полигона? Ой, Маукли, ты, как всегда, самый умный. Ну, ладно, ты самый молодой, поэтому отвечаю. А если не летная погода и встречный ветер с кирпичами? Еще вопросы есть? Нет. Вопросов больше нет. Всем переодеться, ждать приказанного движения. Есть. Не, я с вас вообще дурию. Что? Почему вы на меня так смотрите? С моим костюмом что? Что-то, что-то не так? Стив. Оборудование, которое будет транспортироваться на полигон, это часть оборонного проекта, который находится под особым контролем ФСБ и спецподразделений. Вы об этом знали? Ну, допустим. И что это меняет? Я ведь плачу деньги, причем хорошие деньги, очень хорошие. Умножайте вашу сумму на три и продолжим разговор. Стив, да вы с ума сошли. Почему так много? Потому что я дорого ценю свою родину, Стив. Медленней, медленней опускай. Давай, давай, давай. Вот. Еще чуть-чуть. Давай, давай. Вот, стоп. Стоп, 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 стоп. Так. Подворачивай. Давай, давай. Вот, давай. Ага. На меня, на меня. Есть. Нормально. Все. Снимай цепи. Готово, товарищ полковник, закрепили. Молодцы, хорошо. Слушай, у меня сердце не на месте. Авантюра какая-то. Вас же всего пять человек. Шесть. Да какая разница? Давай я тебе все-таки взвод выделю, а? И БТР. У нас тут в полку батальон боевого дежурства на плацу круглосуточно. Сколько времени нужно? Да нисколько. Десять минут езды. Ну вот, слышал? Слышал. Ну, так и что? Ничего, я же говорю, не тот случай. Глядишь, и вовсе пронесет. А в случае с чего не война ведь, правильно? Ну, будет два-три урода, и все. А пацаны твои только по кустам будут палить. Ребят, моих зацепить не дай бог. Ну, кому это надо? Я же объяснял, оставь мне только водилу в грузовике, и все, встречайте на полигоне. Тьфу. Ох, упертый ты мужик, майор. Ну, а как? Как-то так. Давай, натягивай брезент. Пока все тихо. Никаких признаков движения. Принято. Ну. С Богом. Да вы не волнуйтесь. Ну что, бойцы? По коням. Заводи дронтулетину. Дорогу-то знаешь? Так точно. Геночка, не жестко? Клоун, за дорогой смотри. Ну и что? Есть логика. Что? Я говорю в его словах, есть логика. Мы же это дело уже обсуждали. Буров не дурак. Что? Давайте, давайте, работайте. До связи. Вижу объект. Расстояние примерно 700 метров. Принято. Буханка и крытый грузовик. В кабине двое. Тормозим. Всем приготовиться. Лена, Игорь справа по обочине. Паша влез и тоже справа. Есть. Остановились. Выходит три. Нет, четыре человека. Ну что, Паша, постарайся увидеть его первым. Если он там есть вообще. Ну это уж знаешь. Все свою задачу знают. Вперед. Ладно, я пошел. Сейчас ребята немного вперед пройдут и поедем. И что, они одни так сами пойдут? А мы? Как мы будем ехать? Так и будем ехать. Медленно. Медленно. Ну, вы старше, вам виднее. Кувалда, Рысь. Мы справа. Пума, Маугли. Мы слева. Эльф. Вышел на траекторию. Грузовик за деревьями с точки 1 не достать. Четыре человека движутся по краям дороги. Наблюдаю. Да, и знаешь что, давай-ка ты пересаживайся в буханку. Грузовик я теперь сам поведу. И пропусти меня вперед, а сам за мной. Если что, делай как я. Есть. Эльф, двигаюсь в пятидесяти метрах от дороги, пока чисто. Буханка и грузовик перестроились, движется по направлению к первой точке. Понял, встречаем. Как там патруль? Идут себе. Внимание, приготовились к атаке. Готов. Эльф, ты что-нибудь засек? Нет пока, чисто. Рысь, у нас чисто. А по-моему, тут нет никого. Хорошо бы, если бы так. Эльф, что у тебя? Не ори, я слушаю. Ладно, я на связи. Они вышли на прямую линию, я готов. Ну, с Богом, подпусти поближе. Да куда уж ближе. Надо наверняка, не суетись. Эльф, пока чисто. Но мне кажется, какой-то металлический звук был на 13 часов. Кажется, или был. Тихо, командир. Командир, вижу его, у него армейская дура. Есть, принял. Всем они справа. Вперёд, рывком. Рысь, принято. Кувалда, принято. Маугли и пума, принято. Пропусти его, и бей сзади в кузов. Принял. Огонь. Я его снял, командир. Эльф, злодей 200. Вперёд, вперёд. Кувалда, прикрывай. Ты боишься? Приходим. Маугли, прикрой. А ну стоять! Вижу их справа, за дубом. Один есть. А чё горит у нас, эй? Командир, ты как там? Да всё нормально у нас, не попал он. Так, только немножко тент подпалил. Да, значит, ты успел. Успел, чего? Благодарность перед строем. Короче, закончите там. Мы у выхода из леса ждём, подтягивайтесь. Есть. Вы шо, товарищ генерал? Здравия желаю. Здравия желаю. Да. Ну вот они, герои наши. Во всей своей красе. Молодцы, ребятки. Спасибо. Откуда? Спасибо, ребят. Спасибо, молодцы. Хорошо, что все живы. Не подвели, молодцы. Товарищ генерал. Да. А можно? Ну не тяни, чего тебе ещё? Медаль за отвагу. Ну как бы... Ну у меня есть уже, я о другом. Суть недорого, но может сыграть. Ну давай, давай, проси. Сегодня ты имеешь право. Чего тебе? Ну можно хоть взглянуть, что мы там спасали-то. Я понимаю, что глупо, но интересно же. Ну так хотя бы чисто внешне. Ну только ты один из всех. Согласен? Так точно. Ну пошли, имеешь право. Ты ради этого дела под пули шёл. Тюльпан место держу. Вот, начальник коммерческого отдела Станислав Геннадьевич, зам его, товарищ Егоров, тоже ради этого дела сюда прилетели. Госиспытание, шутка ли? Преподнесите свой товар как следует, а то я же в технике ничего не понимаю. Ну вот, вы посылку отправляли, вам открывать. Вскрывайте, проверяйте, ничего ли почта не повредила при доставке. Вскрывайте. Не понял. Это как, то есть, а это что? Где тюльпан? Вы чё, издеваетесь, что ли? Это ж старая дорожная фреза. Товарищи. И что из-за этого металлолома? Я ничего не понимаю. Чуть бы он не погибли мои люди. Это какая-то ошибка. Где тюльпан? Ничего не понимаю. Станислав Геннадьевич. Я вас спрашиваю. Я сам лично с генеральным присутствовал при погрузке. Где тюльпан? Что, товарищ Егоров? Нет тюльпана, да? А куда он делся, а? А вы, Станислав Геннадьевич, не знаете, а? К чему этот игривый трон, Павел Витальевич? Если знаете, скажите. А тюльпан благополучно доставлен на полигон испытаний. Ещё четыре контейнера с металлоломом тоже благополучно добрались. Без каких-либо эксцессов. А маршрут этого контейнера был вручён вам лично. Под расписку. Помните, Станислав Геннадьевич? Старая ловушка. А сработало. Увести! Что за чушь? А как же выставка? Отпустите меня! А вы, товарищ Егоров, сегодня отправляйтесь в Москву и заканчивайте подготовку материалов к выставке. Час назад госкомиссия приняла тюльпан. Так что теперь это ваше дело. Покажите его там как следует. Ну что, теперь понятно, ради чего вы своей жизнью рисковали? Ну уж, раз так, тогда понятно. слушай, а ты водку пьёшь? Ну пью иногда. А что, нужно? Конечно, нужно. Давай, собери ребят и поехали. Отметим это дело. Ну раз надо, значит надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова